Уже несколько недель в Барнаулу в буквальном смысле сотрясают потопы. Только на прошлой неделе дожди были такой силы, что целые улицы уходили под воду, машины тонули, а владельцы кафе и ресторанов едва не попрощались с бизнесом. В новом выпуске «Коммунального патруля» мы попробуем разобраться, почему ливневые канализации в городе не справляются с такими сильнейшими дождями. И вот о чем пойдет речь сегодня. Красиво и как-то, знаете... Прямо там это, оттуда вода сбежала, вон там речку. Как это, Ниагарский водопарк. То, что ливневок вот этих вот... Их много, но они просто не справляются. Ну, было, конечно, знаете, как будто мы где-то в горном местности, и вот это все льется. Страшно красиво. Барнаульцы в шоке от ливневых канализаций в городе. Ушли не только под воду, но и... Эту веранду полностью снесло. Мы потеряли часть, там, один зонт, часть забора. Часть... Ну, практически все цветы потеряли. С той стороны то же самое. Вода затекла. И внутрь самого заведения мы ее вычерпывали, я не знаю, дня два. Улица Болотобольская. С одной стороны, ее местоположение вполне удачное. Это исторический центр города. И далеко красавица Обь, как говорится, любуйся, а не налюбуйся. С другой стороны, есть свои подводные камни. Улица находится в низине, и после проливных дождей ее заполняет, словно чашу. Очередной заплыв Мало-Тобольская или Мало-Олонская. Короче, Арбат порно-Ульский. Вода уже маленько спала. Солфо сейчас вот так вот было. Старый базар немножко подтопило. Тут водопад. То, что ливневок вот этих вот, их много, но они просто не справляются. Ну, было, конечно, знаете, как будто мы где-то в горном местности, и вот это все льется. Это кадры не из голливудского блокбастера «Водный мир» и даже не из фильма «Ливень». А с Барнаульской улицы в Мало-Тобольской – это не съемки кинофильма, а реальная жизнь. 19 августа на краевую столицу обрушился сильнейший ливень. Меньше чем за час выпала почти месячная норма осадков. Всего за 40 минут пешеходная зона ушла под воду, а с ней кафе и летние веранды. С градом начался дождь, а потом все вот это вот покрылось водой. Клумбы все полностью, цветов ушли в воду. И там с Ленина на Мало-Тобольскую все через верх. Ну, 40 вот прям обильный такой водопад здесь происходил. Ступенек не видно было вот с той стороны. Началось на моих глазах. Буквально за минут 10 все произошло. У нас есть две летние веранды, это и с той стороны, и эту веранду полностью снесло. Мы потеряли часть, там, один зонт, часть забора, часть, ну, практически все цветы потеряли. С той стороны то же самое. А сумма ущерба уже примерно известна? Знаете, я думаю, что это до 50 тысяч рублей. Мы еще подсчитываем, понимаем, что где у нас намокло, что где предстоит нам заменить. На компенсацию от властей бизнесмены и не рассчитывают. Они лишь просят увеличить пропускную способность ливневой канализации в этом месте, дабы предотвратить подобные инциденты в будущем. Наверное, это все будет повторяться каждый год, если не будут предприняты прям решительные действия с точки зрения увеличения пропускной способности ливневой канализации. Потому что, ну, мы уже задумываемся, если честно, как вести бизнес именно в этой точке, потому что неизвестно, что будет в следующий раз. Вода затекла и внутрь самого заведения мы ее вычерпывали, я не знаю, дня два. В Молотобольске стоит понимать, что это нижняя точка относительно площади Октября. И весь водосбор, который есть, он запомнил сначала вчера всю ливневую канализацию подземную, потом уже пошел поверх, когда вся ливневка у нас стала на подпор, вся вот сеть. Вот и все. Поэтому тут проблема не именно плохого участка на улице Молотобольской, а проблема в том, что вся система получила нагрузку, превышающую ее технические возможности по пропуску. Ливневые канализации в Барнауле построены больше полувека назад, и по сей день, в принципе, со своей задачей справляются, говорят чиновники. Исключение сильнейшие дожди. На такие залповые осадки ливневка не рассчитана. Почему ситуация именно вот таким образом сейчас складывается? Дело в том, что у нас основная сеть ливневой канализации строилась в 60-80-е годы при Советском Союзе, и тогда никто не мог рассчитывать на такой объем поверхностных стоков. Почему стоков сейчас стало больше? Дело в том, что на сегодня застройка города стала гораздо плотнее, гораздо больше площади покрытия, которая является усовершенствованной, и нету открытого грунта, который бы дренировал и забирал в себя основную часть вот этих вот талых верхних вод. Естественно, нагрузка возрастает, площадь водосбора увеличивается, и случаются такие ситуации, когда у нас ливневка там срабатывает в определенных сложных местах, там от 20 до 40 минут. Ну что, поплыли? Как там наши пузотерочки? Выплывем по партизанской улице. На прошлой неделе от дождей пострадала не только Молотобольская, но и Молодежная, Пролетарская, Партизанская и некоторые другие улицы. Коммунальные эксперты поясняют, что с залповыми осадками действительно сложно справляться. Но если бы ливневки своевременно чистили, то последствия проливных дождей были бы минимальны. Если мы с вами походим по городу, обратим внимание на ливневые приемные колодцы, на вот эти решетки, они зачастую там под завязку забиты вот тем сметом, который у нас там, значит, очистные эти машины сметают с дорог, да. И, ну, наверное, надо полагать, что когда пойдет вода, ливневые там стоки и все прочее, ну и куда бежать-то, если у нас решетка там забита. Как удалось выяснить, в администрации города ливневые колодцы чистят по мере необходимости. Работает помпа по откачке воды на пересечении улицы Молодежной с улицей Ядренцево. Ведется очистка ливневой канализации по улице Пролетарской и улице Молотобольской. На сегодняшний день в Барнауле около 130 километров ливневок. Чтобы ситуацию в городе улучшить, нужно в два раза больше. Почти 300 километров. Но это удовольствие не из дешевых, рассказывают власти. Мы очень большое количество дорог ремонтируем, но это не значит, что мы строим там ливневые канализации. Например, как, допустим, это у нас Миногорский тракт, да, мы там лишь меняем верхние слои износа дорожной одежды. У нас отремонтировать весь Миногорский тракт стоит порядка 300 миллионов рублей. Если же строить ливневую канализацию на Миногорском тракте, то по всем современным требованиям, то есть выпуск должен осуществляться либо в более крупную переходящую магистраль, либо очистные сооружения. На Миногорском тракте там подключаться некуда, куда идет общий водосбор, нужно ставить очистные. Так вот, вернемся к первоначальной точке, откуда мы начали. Ремонт 300 миллионов. Мы грубо прикидывали стоимость строительства ливневой канализации очистных сооружений на этом протяжении. У нас появляется цифра, для нас неподъемная. Это порядка 3 миллиардов. Такова сумма затрат только по Зминогорскому тракту. А рамки городской казны ограничены. Годовой бюджет, как правило, до 10 миллиардов. И чтобы появились новые ливневки в Барнауле, нужно существенно затянуть пояса. Ущерб чему-то другому. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok